Микрокредитование набирает популярность в Иссык-Кульской области Кыргызстана. С каждым годом все большее количество местных жителей обращается в эти организации за финансовой поддержкой, чтобы начать свой бизнес. Специалисты говорят, тенденция хорошая. Частное предпринимательство – это перспективный путь преодоления бедности в регионе. Ведь благодаря даже самому маленькому производству создаются новые рабочие места. Территория цеха больше похожа на заброшенную стройку. Среди жилых домов в селе Тамга и Сыкульской области приютилось единственное в регионе предприятие по производству газобетонных блоков. Задумка открытия подобного цеха у Эмиля Каштабаева появилась еще год назад. Но все упиралось в финансы. Проект для области новый и перспективный. Поэтому выделение средств на него одобрили без вопросов. Взять кредит – это как бы одно. А потом воплотить эти кредитные средства именно в то, что ты запланировал. И воплотить именно так, чтобы не пролететь, не терпеть постоянные убытки, а именно поднять капитал. Поднять капитал, поднять доходность, чтобы я смог рассчитаться с этим кредитом. И чтобы эта доходность в дальнейшем помогала процветанию. Объемы микрокредитования в Иссыкульской области растут с каждым годом. Помимо туризма и сельского хозяйства работы в регионе нет. Вот и стараются местные жители открыть что-то свое. Пусть и в кредит. Ведь если все получится, то стабильное пополнение порой скудного семейного бюджета обеспечено. Это грант выделяется со стороны КМВ. Это компания, культуроперативной компании. И мы вот это все предоставляем людям Детокского района. Мы начинали в 2006 году от 3 миллионов. Сейчас у нас портфель увеличится до 80 миллионов. Это последний транш мы получили где-то в августе в этом году. Такое увеличение кредитного портфеля на фоне большого количества других микрофинансовых организаций неудивительно. Если бизнес-проект утвердят, то можно получить от 30 тысяч до полутора миллионов сомов сроком до 5 лет. При этом весьма привлекательные процентные ставки. 10-12% годовых. Процентные ставки наши более приемлемые, чем других банков, чем других финансо-кредитных учреждений. И более приемлемые условия кредитования. Для понятия именно преодоления бедности, малоимущих слоев населения города Балче. Для создания новых рабочих мест. Пусть небольшое, пусть маленькое. Все равно каждый человек может, например, открыть маленькие производства, именно мебельного цеха, например, могут дополнительные контейнеры открыть на базарах. Они могут реализаторов поставить. Это все пусть маленькое, но рабочие места создаются. Но чтобы сохранить рабочие места и успешный бизнес, придется серьезно попотеть. Газобетонные блоки для Кыргызстана сравнительно новый строительный материал. При гораздо меньшем весе они обеспечивают большую теплоизоляцию, прочность и долговечность. Хороший спрос на них в столице страны. Но транспортные расходы делают доставку Бишкек невыгодной. В регионе строительство идет пока не слишком активно. А последние митинговые страсти и вовсе настораживают предпринимателей. Коррупция, наверное, здесь занимает, наверное, наибольшую роль, я имею в виду, причины от коррупции. Наверное, процентов 80. Хотелось бы, чтобы вот эти средства, которые Кунтур выделяет, шли именно по предназначению. Тогда, наверное, можно будет избежать всех вот этих склок, которые происходят в данное время. Все эти склоки, недопонимание и популизм отдельных политиков приводят лишь к снижению темпов развития экономики страны и финансовым потерям. Отклонение парламентом меморандума правительства и Центера Голта создание совместного предприятия по кумтору привел к очередному падению стоимости акций Центеры. Всего за один день так называемые фантики, по мнению отдельных политиканов, или, как выражаются экономисты, активы Кыргызстана в канадской компании подешевели на 93 миллиона долларов США.